В одной из наших недавнешних программ мы знакомились с магнитами системой экономии топлива запатентованной General Motors и в целом представляющей собой одновременно простую и гениальную разработку. Частотно-резонансные специально заряженные неодимовые группы магниты элементарно крепятся на шланг подачи топлива, не нарушая при этом никаких гарантий и, исходя из рекламной информации, творят чудеса, такие как экономия топлива от 10 до 20%, прирост мощности до 5% и снижение выбросов СОЦ аж до 50%. Само собой, все это не могло не заинтересовать широкую автомобильную аудиторию нашей программы. Не хватало только одного – результата действия заявленных магнитов на наглядном примере. Сегодня в продолжении темы мы решили закрыть этот пробел. И вот СТО, автомобиль плюс хозяин машины, приехавший установить. С какой целью, то есть зачем и почему решили применить? С целью для первой очереди, наверное, экономии, потому что машина довольно прожорливая. Вес от 17 гораздо выше, смотря как нажать на педаль газа. Ну и для того, чтобы равномернее работало, не сильно забивалось, чтобы все было хорошо, потому что система выхлопа дорогая и от этого же, от нашего бензина все засоряется. А вообще, в принципе, верили в то, что все эти магниты работают? Это самостоятельное решение или по отзывам, рекомендациям друзей и знакомых? Сначала слушали, много слышали они, потом знакомые начали восстанавливать. Ну и много положительных результатов. Говорили, что довольно хорошо, вот решили восстановить. Чтобы реально оценить разницу и почувствовать ожидаемый эффект, предварительно до установки посредством специального сертифицированного газоанализатора замеряем исходный уровень СОЦ. Как видно, коэффициенты на сейчас от 112 до 167. А теперь устанавливаем магниты. Для получения хорошего результата производитель рекомендует следовать в специально разработанной схеме оптимального количества этих устройств на единицу транспортного средства в зависимости от типа двигателя и объема. В данном случае двухлитровый чипованный турбомотор, и на него требуется два комплекта. Сама установка максимально простая, без использования каких-либо специальных приспособлений и занимает буквально считанные минуты. В то время как эффект, хотя и индивидуальный момент, в любом случае обещает порадовать. Ну и наконец, чтобы запустить механизм и почувствовать результат действия, делаем контрольный тестовый проезд. Что такое СОЦ, думается каждый автомобилист прекрасно знает. Ну а если не совсем в курсе, то, коротко говоря, это смесь того, что накапливается в двигателе в виде шлаков и того, что не сгорает в результате горения, существенно влияя на то, как едет машина. Ну и выходит затем в виде выхлопа, загрязняет атмосферу и заставляя нас платить деньги при экологических замерах ГАИ. Соответственно, если нулевой цех, коэффициент полезного действия топлива, каким бы ни было его качество, максимальный. А отсюда динамика, ощущение живости машины. Более того, даже запах из выхлопной трубы меняется. Такова официальная информация. А что скажет реальный клиент? Ну, результаты эмоций есть положительные. Насчет экономии еще не почувствовал, потому что довольно мало проехали. Но то, что набор стал интереснее, работа двигателя равномернее. Эффект вот как будто заправился на очень хорошем бензином, дорогим. То есть заметно. Подтвердили сказанные и цифры. При повторных замерах СОЦ вместо 112-167 теперь 25-47. То есть снизился более чем на 50%. И это только начало. Максимального же эффекта можно ждать после пробега 1,5-2500 километров. Проявит себя позже и сниженный расход топлива. Следующим нашим собеседником стал Василий. Занимается пассажирскими перевозками по маршруту Одесса-Киев. Общий пробег машины 700 тысяч километров. На мотор 2,5 турбодизель, согласно рекомендации, установил два магнита. Два месяца я уже с ним катаюсь. Нет черного дыма. Повысилась мощность. Под гору намного лучше идет. То есть там, где мы шли, выходили раньше четвертая передача. Гора в Краснознаменке самая большая. Сейчас пятая без переключения. Экономия топлива сразу очевидна. После третьей ходки Киева-Одесса. Заметные улучшения. Полторы литра на 100 километров экономии. Если раньше машинка брала 11,5 до 12 литров, сейчас входит в десяточку литров легко. То есть получается на круг экономия от 15 до 16 литров. Значит, раньше пользовались присадками. Сейчас этими присадками пользоваться не надо. Время. 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 Продолжение следует...